Надо необходимо учитывать, что жизнь человека и здоровье человека бесценны. Право человека на дыхание здоровым воздухом, дышать здоровым воздухом, жить в благополучной стране. Это же все оговорено в нашей Конституции. Широкая общественность впервые узнала о четких намерениях строительства мусоросжигательного завода в Казани в начале прошлого года. Резонанс тогда был немаленький. Тогда еще и не было известно, где, собственно, построят этот завод. Представляющий себя в сознании граждан нечто вроде гигантского крематория с полой трубой, извергающей едкий всеотравляющий дым. Специалисты парировали. Это неправда. Мусоросжигательные заводы не дымят и не портят воздух. Труба, она для пара. И бороться со свалками, которые как раз и убивают нас, можно лишь такими методами. Мусоросжигательный завод, условно, он же работает. Вы разве не обратили внимания? Там постоянно стоит дым. А вы знаете, сколько выделяется вот здесь? Люди подумали об этом? Могу сказать, что многократно, примерно 8 тысяч раз больше выделяется, больше вот когда-то Акарин. Больше года прошло, но стороны непримиримы. За год не было особых новостей. Будет, не будет завод, было неясно до этой недели. И вот теперь мы знаем, уже доподлинно, даже где он может быть построен. У премьера сомнений нет. Мое мнение, что заводу быть и быть обязательно. Сейчас ведется инженер, проработка инженерной инфраструктуры. Выделен, приобретен собственником участок. Он определен. Сейчас происходит планировка участка. Определяются защитные зоны. Ищутся экологические вопросы. Итак, вот оно, это место за моей спиной, где, возможно, уже в этом году начнется строительство мусоросжигательного завода. Строго говоря, находится оно отсюда, от трассы М-7, где мы сейчас стоим, в 600 метрах. Но выглядит так же. Чистое поле, снегу, как видите, пока по колено. Там 11 с лишним гектаров. Этот участок находится на территории Осиновского сельского поселения. Оно там. До Осинова отсюда примерно 2 километра. Здесь поселок Новониколаевский в 800 метрах. Туда, на северо-восток, в тех же 800 метрах, поселок Краснооктябрьский. Салават Купере, живой комплекс, который хорошо виден отсюда, в 5 километрах. И вот этой новостью, вот уже сколько дней буквально ошеломлены жители всех этих поселков, им, конечно, кажется, что всех этих расстояний, ой, как недостаточно. И таким образом сейчас начинается длительный и очень непростой этап обсуждения этого проекта. В поселке Осинова атмосфера, прямо скажем, предгрозовая. Здесь каждый без исключения в оппозиции. Каждый наслушался жутких историй и каждый считает, что нет дыма без огня. В огонь без дыма не верит никто. И поэтому мы тоже, как бы, тоже против и неравнодушно нам жить. И вот этим надо расти еще. Тут у нас и так уже оргсинтез под боком, пиццефабрика рядом. В общем, мы не согласны ни в коем случае. Вот. Мы, ладно, позже, но наши дети, как говорится, это вообще, не знаю, столько, я говорю, сейчас онкологических больных, это уже прям мы будем прикованы к этому. У жителей еще будет возможность напрямую выразить свое мнение заказчику проекта. Заказчик – это альтернативная генерирующая компания 2, АГК-2, которая уже приступила к сбору информации, вопросов, замечаний, предложений от населения. До 19 апреля все это можно направить либо вот на этот электронный адрес, либо посредством почтовой связи. В июне пройдут общественные слушания. Строительство же может начаться не ранее октября этого года. Вот так будет выглядеть завод в Казани. Это Швейцария. Завод-близнец японско-швейцарского концерна «Хитачи Зосен Инова», который приходит и к нам. Подобных заводов в мире немало. Расположены они, кстати, обычно в черте города. 550 тысяч тонн мусора в год – это проектная мощность. Казань может стать первым городом России, достигшим нулевого захоронения отходов наряду с Сурихом, Берлином, Стокгольмом и Копенгагеном. Технология, выбранная на данном этапе – атмосферное сжигание, так называемое. Это технология, по которой работают, по их оценкам, 80% подобных заводов в мире. Президентом Республики Татарстан поставлена задача привлечения общественного контроля к этому вопросу. Проект обязательно будет обсуждаться с татарстанцами, с активистами, обеспокоенными этой темой. Позиции руководства Республики в вопросе внедрения новых технологий, средств в утилизации мусора сводятся строго к одной сути. Проект должен быть абсолютно безопасным как для экологии, так и для здоровья татарстанцев. Итак, решение будет приниматься совместно с общественностью. Стороны выслушают друг друга и, наверное, услышат. Еще четыре таких завода будут построены до 2022 года и в Московской области. Этот общероссийский проект, по сути, уже набрал обороты. Остановить его будет непросто. Затормозить сейчас эту реформу, значит, еще на несколько десятилетий остаться один на один с растущими терриконами мусорных свалок. Какой путь выбрать, каждый сам может ответить на этот вопрос. Михаил Любимов и Хамид Шамсеев. Семь дней. Семь. 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 Семь.